Сегодня у нас семинар, называющийся «Психоанализ сновидений». И я для начала хотела бы немножечко дать пояснение о самом сновидении и потом уже точку зрения психоаналитиков на этот феномен. И может быть, как я уже говорила, если у нас получится, то мы попробуем какое-то сновидение разобрать. Может быть, таким образом, как я говорила в инсценировке, может быть, нет. Может быть, мы просто об этом поговорим. Я единственное, что хочу предупредить здесь тем, что сновидение – вещь очень интимная. Я хочу напомнить о конфиденциальности, которую мы должны бы соблюдать друг по отношению к другу. Поэтому все, в общем-то, знаем, дальше этого кабинета ничего не идет. То есть по поводу видеосъемки мы снимаем только теоретическую часть, потом мы выключаем и уже продолжаем работать над какими-то запросами вашими, которые вы захотите озвучить. Я скажу сейчас банальную цитату, цитата Фрейда, который говорил, что сновидение – это путь к бессознательному человеку. Ну, как-то приблизительно так она звучит. И теперь вернусь немножечко к древним, может быть, к первобытным людям, для которых сновидение являлось… Это было не внутреннее что-то, не внутреннее видение. Они считали, что то, что с человеком происходит в сновидении, то реально существовало якобы в обычной реальности. И если, допустим, ему приснилось, что его обидел какой-то там родственник, друг, брат, то есть это считалось таки, да, вроде как будто это происходило на самом деле. И если проснувшись, сновидец шел и от обиды там чистил кому-то лицо, то это тоже, в общем, считалось абсолютно нормальным. Чуть позже появились толкователи сновидений. И они по-своему интерпретировали то, что видел сновидец. Очевидно, из этого как-то и выросло целое большое направление, то, что сейчас называют сонниками. То, о чем мы будем говорить, это никакого отношения к сонникам не имеет. Поэтому я сразу предупреждаю, если кто-то рассчитывает, что мы здесь будем толковать сновидения именно по сонникам, то ничуть не бывало. Огорчу. Мышление первобытного человека фактически во многом напоминает мышление современного человека в сновидении. То есть они мыслили образами. И то, что мы видим в сновидениях, это тоже имеет отношение к образным каким-то представлениям. В сновидении, давайте немножечко не так. Есть кое-какая информация, которую я наизусть не знаю, и я ее вам предлагаю вот зачитать, если вы захотите, вы запишите. Это нейрофизиология. В 21-м году был изобретен электроэнцефалограф, в результате чего была возможность отслеживать работу... Меня Лена очевидно поправит, что он отслеживает работу... Альфа-ритмы мозга. Да, мозга. Мозга или... Ритмы мозга. Ритмы мозга именно. Научились отслеживать ритмы мозга. И в 37-м году было обнаружено, что в процессе сна существует 5 фаз, которые там получили свое название. Если хотите, кто будет записывать, говорите. Я буду тогда медленнее диктовать. Да, будем стараться. А, хорошо. Фаза дремоты, фаза легкого сна, фаза полуглубокого сна и еще две фазы с разной степенью глубины. Итак, кому нужны больше подробностей, я могу сказать, что... Да, еще немножечко. В 53-м году было обнаружено, что во время сна глазные яблоки начинают совершать быстрые круговые, там, горизонтальные, вертикальные движения, в результате чего... Такой вот фазе, эта фаза быстрого сна называлась, и в результате чего ей было присвоено название парадоксальный сон. Собственно, что будет интересовать нас? Сновидения появляются именно вот в этот самый короткий очень период, когда происходит фаза глубокого сна. Когда именно глазные яблоки начинают быстро-быстро двигаться в разные стороны. Продолжается он очень короткое время, от нескольких секунд до нескольких десятков секунд. И если человек разбудить именно вот на этой фазе, то он, как правило, помнит абсолютно все, что ему приснилось. Другое дело, насколько он нам может это передать. Теперь немножечко приходим к психоанализу. Почему не все то, что нам снится, мы можем запомнить? И такой экскурс в историю психоанализа. Первая топика психики Фрейда говорила о том, что, допустим, это психика, что в ней существует бессознательное, предсознательное и сознание. Между этими тремя структурами очень жесткая граница. Вернее, как, она не жесткая. И это не столько граница, сколько цензура. Ей дано название цензуры. И эта цензура, когда человек засыпает, она немножечко ослабевает. Давайте так, еще раз сначала. С нами в жизни что-то происходит, чего мы не очень, что мы не очень можем принять. Это неприятное какое-то, какое-то неприятное явление, это травма. И нам хочется как можно быстрее это забыть, не помнить, защититься от этих воспоминаний. И мы вытесняем это в бессознательное. Есть какие-то вещи, знаете, что находится в предсознательном? Известно или сделать более конкретный обзор? Сделать, да? Здесь находятся вещи, которые мы вот сейчас на данный момент не помним. Но если активировать эти воспоминания, то они появятся. Например, что вы ели на завтрак? Вот до того момента, как я этот вопрос задала, вы об этом не помнили. Потому что оно лежало где-то здесь. Как только я задала, это активировалось, и оно прошло назад в сознании. В бессознательном у нас откладываются вещи. Ну, во-первых, человек с бессознательным рождается. И там хранятся образы, там хранятся какие-то архаические вещи. То, что в свое время я назвал коллективным бессознательным. Это набор каких-то архетипов, это память, та, которая заложена в нас еще нашими, там, всеми нашими предками. И потом в процессе жизни ребенок потихонечку начинает обретать свое собственное я. У него появляется сознание, у него появляется суперэго. Мы разбирали, мы говорили, что такое суперэго. Это законы, нормы, правила и все остальное. И что происходит у нас во время получения, допустим, травмы? Мы ее вытесняем. И эта вещь для нас не всегда приятная, естественно. Мы не хотим особенно о ней знать. Но во время... А, но вытеснение обладает очень мощной силой. И оно все время пытается вырваться наружу. Вот когда у нас контроль очень сильный, мы, как правило, этого не пускаем. Вот должна сказать, что на Альфа-фесте, наверное, происходит, то есть не наверное, а точно, я знаю об этом, что происходят какие-то вещи, когда защиты прорубываются. И вот такие вот травмы выходят наружу. Но мы не будем брать семинары и Альфа-фесты, ну в смысле мастер-классы, потому что это не каждодневная практика. По большей части мы все-таки скрываем. Что происходит ночью? Вот эта вот самая цензура ослабевает. И частично мы получаем выход какого-то бессознательного материала в то, что называем сновидением. Но даже ночью все равно цензура работает. Мало того, она не может показать нам весь этот травматичный, допустим, материал. В полном объеме. Поэтому оно покрывается какими-то, вот есть такие, сейчас мы запишем это с вами, оно покрывается своеобразными какими-то там смещениями, сгущениями. Сейчас мы будем подробно об этом говорить. И мы имеем на выходе манифестное содержание сновидения. Это то есть то, что мы видим, что мы слышим во время сна, то, как мы там взаимодействуем. Это называется манифест. Давайте я так тоже напишу. А, ну ладно. Ну, на самом деле, у этого сновидения нашего есть еще и латентное содержание. Это то, чего мы не видим в сновидении, но то, что проанализировав манифест, мы можем понять. Хотя, на самом деле, до конца мы все равно, конечно же, не можем понять. У Фрейда есть интересная работа. Я не помню его точного названия, как называется. Вот в обиходе мы его называем «Случай Доры». Вот там есть его анализ сновидения Доры, где, казалось бы, из таких вот простых совершенно вещей, как она там, она спала, потом ей приснилось, что она просыпается от того, что в доме пожар, она побежала к своей шкатулке взять драгоценности оттуда, чтобы вынести их из огня. И вот, казалось бы, вот такое вот манифестное заявление, но Фрейд сумел это поднять и рассмотреть. И мы, на самом деле, потом, если у кого-то будет возможность, прочитайте эту работу, хотя, может быть, это уже для тех, кто подготовлен, психоаналитически немного подкован, потому что там вещи, которые могут показаться, ну, с первого приближения, приближение несколько, может быть, дикими. Ну, вообще, психоанализ – это вещь, которая не дается сходу сразу, поэтому это понятно. Мы с вами будем говорить о символизации в сновидениях. Чуть-чуть там камеру, может быть, или подвиньте. Все, 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 нет, нет, нет. Нет, это я к тому, чтобы просто вы головой немножко наклонились и закрыли. Мы будем говорить о символизации. Сейчас, секунду. Просто я запишу, чтобы не забыть, что об этом тоже поговорить. Ну, и потихонечку приблизимся к тому, что происходит в сновидениях, для того, чтобы не показать нам всю правду о нас самих же. И мы будем говорить, что есть такие свойства в сновидениях, которые мы сейчас перечислим, которые скрывают от нас истинное положение вещей. Например, сгущение. Сгущение это что-то не позволяет нам увидеть какой-то конкретный объект и появляется собирательный образ. Например, глаза, там, дяди Васи, одежда, там, дяди, там, Пети. А в общей картине это может дать в латентном содержании, допустим, видение, вернее, не видение, а в латентном содержании, допустим, это ваш муж. Но вы не можете в сновидении его увидеть напрямую, потому что вы еще не совсем готовы к принятию этой информации. Замещение. Замещение или еще смещение оно называется. Когда какой-то образ заменяется другим, либо похожим, либо вообще противоположным. В психотерапии часто так бывает, когда, например, на месте психотерапевта, то есть, видится, допустим, родитель, особенно в начале терапии, но под этим мы можем подразумевать при проговаривании сновидения, что явно там идет речь о психотерапевте. Потому что психотерапевт сам по себе, это человек, который появляется в виде психотерапевта, это значимое лицо, это авторитетное лицо. И часто на него перенос появляется как на родительскую фигуру. В сновидении, это мы дальше перечисляем, отсутствие обычной логики. Все, наверное, помните свои сновидения, что там бывают вещи, которые абсолютно не поддаются никакой логике. следующее, безвременье. То есть, мы можем оказаться во времена Древней Руси, мы можем оказаться в другом месте. Означает ли, безвременье, не то, что только мы поменяли время, а что оно действительно без меры? Объясните, если я правильно поняла, но на всякий случай я уточню, то ли я поняла. Объясните. То есть, безвременье означает ли это только, что мы можем оказаться в любое время? В любом месте? Либо, что оно бесконечно, да. Может, я просто не совсем понимаю, что именно вы подразумеваете. Оно действительно бесконечно, я с этим абсолютно согласна. И нам очень трудно вообще представить, когда было начало этого времени и когда будет ему конец. Но, опять же таки, да. Может, мы поможем проясним, может, я пойму чего-то, что вы хотели сказать. Следующая, магичность. Когда мы в сновидении, усилием воли или просто по какому-то желанию можем что-то изменить, или что-то будет получить. Все могущества следующие. Мы можем вершить судьбы в сновидении. Мы можем делать, что хотим, и все нам подвластно. И следующее, аффективность. Аффективность. В психоанализе слово аффект имеет несколько другое значение, чем в быту и в других науках. В психоанализе аффект – это просто чувство. Это когда они есть. Часто, ну, там, допустим, юридическое, я знаю, вроде бы в юридическом толковании, это что-то сверх меры, сверх чувствование. У нас это просто чувство. Это основные моменты, которыми мы, которыми сновидения апеллируют. Что происходит у нас, вот мы сейчас изложили, что происходит у нас в сновидении. Есть типические сновидения, которые снятся, ну, практически всем людям. Я думаю, что вы мне сейчас даже подскажете, что это такое. Ну, например, я убегаю, меня кто-то догоняются. Дамечательно, да. Падает к этому человеку, да. Падает, плавает. Падает, плавает. Легит, полетает. Да, да, совершенно верно. То есть это все относится к типическим сновидениям. Это плавание, хотя вот с плаванием, нахождением в воде, это может быть несколько моментов. И в частности, некоторые авторы трактуют это как перинатальный, возможность почувствовать себя в перинатальном периоде, когда ты находился в околоплодных водах. И в зависимости от сновидения, я напомню, что один молодой человек рассказывал, что ему часто снятся сны, когда он вроде бы тонет и боится в воде дышать, потом начинает, открывает, то ли рот открывает, то ли носом делает вдох, оказывается, что он таки может дышать. И вот в такой, в интерпретации прозвучало, что возможно это относится к его именно перинатальному периоду и к моменту родов. Как выяснилось, он действительно, мать его очень тяжело рожала, он долгое время находился вот на выходе, никак не мог родиться, и потом таки он задышал. То есть, очень тяжелые роды, и эта травма, она периодически повторялась. То есть, действительно, можно отнести к травме рождения, и она периодически повторялась в сновидениях. Что вот мы еще можем сказать по поводу, по поводу типических сновидений? Какие еще, у кого есть какая мысль по этому поводу? Какие еще сновидения снятся абсолютно всем? Многим, они как бы, ты вот не пойдешь, а ты туда не уплываешь. Да, да, ну или очень тяжело поднять, многие, да, да, да. Что происходит во время, хорошо, чтобы напомнили, я по большей части буду ориентироваться на вас, то, что вам будет интересно, потому что, как правило, до которого часа мы работаем, скажите? 3.30. 3.30. Угу, хорошо. Потому что по большей части у аудитории могут возникать разные вопросы, чтобы я не давала вам чисто сухой материал. Во время засыпания наша моторная функция становится, то есть, она напряжение снимается, и в принципе, почему мы переключаем, у нас с моторики переключается все абсолютно внимание на функции головного мозга. Ну, считается, что вроде бы, действительно, сновидением руководит именно функция головного мозга. Вот. Именно пока вы, пока у вас включена моторика, вы не можете настолько погрузиться в свои какие-то бессознательные, предсознательные процессы. И очень тяжело, действительно, вот почему я сделала сейчас, вспомнила именно о моторике, потому что то, что мы ночью с большим трудом бывает, переставляя ноги, это может относиться еще отчасти и к какой-то утомленности, и к невозможности отреагировать именно моторикой. Поэтому вот у нас присутствуют вот такие вот моменты. Так. Символизация в сновидении. У каждого автора символизация, как правило, своя. У Фрейда, насколько вы знаете, для него очень важным был момент сексуальности человека, но особенно на первых этапах его творчества, назовем это так. потом он взгляды свои дополнял, где-то отчасти менял, но первая основная его работа, вернее, первая основная его работа по сновидениям, это толкование сновидений, она трактует это, тогда у него была, как правило, основная была теория, это теория сексуальности и теория ранней аффективной травмы. Помните, что это такое? Кто помнит? Кто знает? Кто знает? Тогда давайте я скажу об этом. он работал с истеричками, тогда это был такой период, когда истерии, но не в плане истерички, которые закатывают истерики, да, это заболевание конверсионная истерия, когда вместо того, чтобы отреагировала психика, на это наложен запрет, и пациенты реагировали телом. Это могло быть соматическими проявлениями. Это могла быть потеря слуха, потеря зрения, паралич, полный, частичный. Вот пациентка у него была, которая в дугу просто выгибалась, и ее нельзя было в это время ни опустить, ни прогнуть, вот все, она как будто металлическая становилась. Вот это конверсия, то есть здесь основное слово не столько истерия, сколько конверсия. Истерией называли заболевание в переводе означающее блуждающая матка. И считалось, что истерией болеют только женщины. Сейчас мы знаем, что в общем-то хоть истерия немножечко преобразилась, но тем не менее мы знаем, что болеют и мужчины, и у мужчины есть тоже свои специфические какие-то проявления в этом отношении. И вот истерички, как выяснилось в клинических работах Фрейда, мы знаем по этим работам, что это в основном были девушки, у которых стоял запрет на какие-то сексуальные проявления. В результате этого, а, мало того, как правило, истерички рассказывали о случаях либо соблазнения в детстве, либо изнасилования в детстве. И из чего Фрейд вывел свою раннюю теорию, теорию аффективной травмы, где он говорил, что существует в жизни, допустим, возьмем эту же схему, существует в жизни пациента какое-то представление, представление события, действия, что-то такое, в результате которого пациент получает какую-то аффективную заряженность, да, и получается, что представления с аффектом идут вместе. Но это настолько травматично, что пациент не может с этим долго находиться. Он вытесняет это в бессознательное. В бессознательном у нас существуют только образы, символы, там нету слов, там нету отрицаний, там нету времени. Вот там много-много-много всяких образов и всего прочего. Вытесняется вот это представление с аффектом и здесь отделяется друг от друга. И они находятся в свободном плавании. Этот аффект может прицепиться, ну, либо здесь вот он может находиться, аффект, и он может прицепиться к любому другому представлению. И что мы, вот как это в жизни выглядят. Допустим, допустим, придумайте какую-нибудь травму, детскую травму с переживанием. Мама уехала, оставила на бабушку. Мама уехала, оставила ребенка на бабушку. Ребенок очень переживает, но он не может в отношении матери проявить агрессию, он и это вытесняет. И здесь эта агрессия смещается и прилепливается к другому представлению, например, на собаку. И этот мальчик по жизни может, допустим, ненавидеть собак, издеваться над ними, жестоко их уничтожать и так далее. Ну, вот приблизительно такая схема, чтобы вы понимали. То есть невозможность, здесь этот аффект от представления отцепливается и отцепляется к чему-то другому. Ну, так-то может прицепиться от собак, прицепиться еще к чему-то и так далее. Это я с чего начала вообще? Символизация. Символизация. Кстати, вот если говорить об истеричках, о конверсионной истерии, то здесь проявления исключительно символические. Вот немножечко к психосоматике имеет отношение. Когда я теряю слух, я теряю зрение, это говорит о том, что я чего-то не хочу видеть или чего-то не хочу слышать. Кстати, если знаете об этом случае, когда у Достоевского умерла мать, ему было 16 лет, Достоевский на какое-то время потерял речь. Вот как бы это можно было интерпретировать? Мне не с кем больше разговаривать в этой жизни. Так, о символизации. Меня периодически нужно возвращать назад, я забываю. Меня уносят куда-то, я забываю. Да, так вот, Фрейд. Фрейд был тогда, это был период, когда была разработана вот эта его теория аффективной травмы, то есть вопрос сексуализации стоял, секса стоял достаточно вот так важно занимал место и символизация, которую он прописывает в своей работе «Толкование сновидения», она как по большей части вокруг секса там и крутится. Например, я так по памяти, у меня нету никаких записей по этому поводу, поэтому, если что-то пропущу, извините. Например, дом в сновидении означает человека. дом с какими-то балконами, с какими-то вазонами с цветами – это женщина. Дом более какой-то высокий и строгий – это больше мужчина. Лестница в сновидениях по Фрейду означает коэтус, сбирание по лестнице. Что у него еще? Лес означает тоже женские символы. Именно лес, если это какой-то лиственный, кучерявый, вообще дерево кучерявое означает женщину, типа ели, сосны – это означает мужчину, потому что по символизации именно гениталии женских и мужских половых органов. Кучерявость, да? Скажите, вот эти все символы, откуда он брал, что воздушает? Он много чего, откуда брал, но по большей части вот именно почему он все это сводил к сексуальности какой-то, потому что вот работы клинические, в его клинических работах при интерпретации их сновидений прояснялись какие-то вот такие вот нюансы. Он, в принципе, все свои работы, которые он писал, он писал именно на основе клинических вернее вру, не всем, это я сейчас соврала. Есть клинические работы, есть работы, где он обобщает клинику несколько случаев и он описывает какой-то один феномен. А чуть позже он начал писать прикладные работы, когда он по большей части из одного чего-то делал целую гипотезу. Вот в частности там работа «Человек-Моисей» и «Анализ человеческого по массовой психологии», «Будущее одной иллюзии» это уже его прикладные работы, где он в общем-то не привязывался к клинике. Вообще бы я на самом деле я не особенно рекомендую рассказывать свои сновидения кому бы то ни было, но может быть потому что если вы не хотите, чтобы кто-то там о вас чего-то узнал, потому что эта вещь очень интимная. Когда-то ко мне пришли брать интервью, это как раз было годовщина написания работы толкования сновидений и у меня было два таких случая. Один раз ко мне обратились и тоже попросили проинтерпретировать сны. Давали звезды эстрады украинские и сказали да, вот один рассказывал вот это, второй раз я говорю стоп, стоп, я вообще не хочу знать фамилии, потому что вещь это действительно очень интимная и мне говорят так они же сами рассказали они просто не знают что за этим стоит. Я тогда отказалась давать эти толкования и эту интерпретацию а недавно приходили с канала и девушка говорит давайте я вам задам вопрос что снилось нашим вот звездам а вы я уже сказала я не даю интерпретации тем более публичных людей заявляя что это их фамилия такая и вот это их сновидение она говорит ну не хотите ладно не надо ну тогда мое сновидение я же не публичный человек и я прошу вас рассказать я ее предупредила сразу но она не захотела меня слушать и начала рассказывать сновидение где была такая картина я только что рассказала да что лестница это ковитус в толковании Фрейда и она рассказывает что она поднималась по лестнице то есть вернее не в руне она поднималась была лестница был какой-то такой вот типа плато или плата а потом обрыв и она стояла на этой лестнице смотрела на обрыв этот ей было страшно на что я сказала очень понравилось ваше сновидение она говорит да нет камера снимает то есть камера все продолжает снимать и она говорит ну пожалуйста скажите несколько слов я проинтерпретировала ну вот она очень настаивала я сказала что есть какие-то проблемы с сексуальностью на что она сказала все не снимать больше спасибо все больше ничего не хочу слышать и действительно то есть это было попадание в точку почему вот Крейд не просто так придумал что что-то там с лестницами или с ковикусом что там что-то такое давайте так я о символах вот что буду вспоминать я потом буду еще говорить об этом да хотелось бы еще осветить тему заболеваний и сновидений то есть что происходит я знаю что очень многие интересуются темой вещей сны да вот вот я сейчас хотела бы сказать о вещах снах в отношении заболеваний может потом мы эту тему разовьем чуть побольше вещей сны допустим если снится что вот придавило плитой и дышать невозможно или что-нибудь еще такого же рода мы уже сразу можем здесь отметить что либо с органом либо с легкими что-то не в порядке либо с бронхами наша психика передает нам сигнал обрати на что-то внимание и мы можем говорить о том что допустим если снятся вот какие-то симптоматические вещи здесь действительно нужно вы когда просыпаетесь вы просто на это можете не обращать внимания да ну есть легкая там нехватка воздуха да ну может быть где-то кольнуло в боку но вы целый день чем-то занимаетесь у вас ваш мозг отвлечен какими-то бытовыми делами работой хозяйством детьми мужьями и так далее а на самом деле психика вам уже дает какой-то сигнал что чаще всего вот снится например если ожидается заболевание допустим дыхательной системы это действительно там допустим придавило плитой там просто невозможно дышать маска на лицо но все что угодно что вы чувствуете дискомфорт во время во время дыхания заболевания желудочно-кишечного тракта в частности заболевания кишечника могут в сновидениях изображаться как прохождение по каким-то коридорам хождение по лабиринту попадание в канализацию в каких-то пещерах где-то пещеры имеют несколько значений пещера вообще вот с точки зрения Фрейда все что имеет какую-то полость это относится к женщине и к ее какой-то сексуальности либо вообще просто к женским гениталиям то что имеет вытянутую форму все относится к фаллическим каким-то вот идеям то есть это больше к мужским гениталиям пещера с одной стороны может символизировать говорить о сексуальности о женской с другой стороны это может если пещера длинная глубокая с какими-то такими проходами это может говорить о каком-то наметившемся заболевании кишечника вообще нужно обращать внимание в сновидениях на какие-то дискомфорты которые испытывают пациенты пациенты или люди я сейчас не говорю о том что это только для клиники важно хотя это достаточно некомфортно там не пошут холодно скажите может дверь открыть обогреватель а он включен давайте включим давайте ой так слушайте что там конечно через что отлично мы как-то совсем и давайте мы потихонечку будем переходить да вот я расскажу может быть у меня в практике было несколько моментов в практике чтения семинара когда обращались проинтерпретировать сновидения но чаще всего это вот мы когда говорим мы обсуждаем в группе а потом уже после обсуждения после семинара подходили интересовались очень интересные были моменты такие я вот которых я бы хотела сказать в частности девушка рассказывала о том что ей снилось когда какой-то сюжет библейского характера то есть с одной стороны она хотели что-то сказать вот и вот очень это было похоже но знаете фраза канула в лету то есть лето речка прохождение там перехождение от одного мира в другое через эту лету да и вот все что она рассказывала это просто вот такой вот как вроде списано как вроде бы сюжет да мы обращаем внимание на такие вещи потому что чаще всего это свидетельствует о том что происходит с человеком да то есть я вчера рассказывала кому-то анекдот я расскажу его еще сегодня один раз когда женщине снится что за ней бежит мужчина догоняет она убегает забегает какой-то подъезд вроде бы свой подъезд он бежит за ней она поднимается по лестнице лестнице кстати поднимается по лестнице он ее догоняет она пытается открыть дверь у нее не получается он ее догнал она поворачивается спрашивает мужчина что вы от меня хотите откуда я знаю это же ваш сон вот тут очень важно всегда понимать что сон какие бы мужчины там не бегали за нами это все равно наш сон и все что снится это касается исключительно нас как работал со сновидениями Юнг он вообще не не интерпретировал там всевозможные символы он вообще ну вообще мы в принципе в психоанализе мы не работаем мы не пытаемся сами рассказать что мы здесь видим в этом сновидении мы пытаемся говорить с человеком и пытаться чтобы он сам это интерпретировал да и вот в частности Юнг он выводит все время на то что что вы думаете по этому поводу а чему это ближе а какие у вас здесь взаимоотношения и что бы вы хотели сказать чего вам здесь не хватает да все время идет акцент на на человека чье сновидение это было Фрейджи вот в работе о которой я говорила он может он позволяет себе символы наделять каким-то значением и в результате это ну в частности вот шкатулка как мы уже говорили какая-то что-то с полостью какой-то да это женский орган и шкатулка которая хранит драгоценности давайте сейчас вместе подумаем что это такое девственность конечно и в его интерпретации там это четко прописано да это девственность так о чем я еще хотела сказать вам а вот за библейские сюжеты да это как бы значит таща любина какось привязана это говорит о том что мы все храним какое-то знание то что Юнг назвал архетипическим коллективное бессознательное мы все это знаем мало того мы вмещаем даже не только свою какую-то мифологию мы вмещаем мифологию тех народов которые может быть от нас далеки достаточно но есть схожие символы есть вот даже взять если библию и коран да вещи там пишутся похожие просто разные имена и где-то может быть немножечко чем-то они отличаются но в принципе там одно и то же вот поэтому знание вот каких-то таких вещей они помогают потом толкование и это абсолютно не имеет никакого отношения к религиозности человеку чаще всего я предлагаю потихонечку переходить на вопросы и ответы я дала очень мало вам обозначений символов потому что я наверное на чем-то другом сосредоточилась если у вас будут какие-то вопросы я вспомню я что-то буду дополнять вот если гоняется мужик с мечом это то есть убегает какой-то домогательство или еще чего-то давайте я сейчас сразу сделаю акцент на том хорошо что спасибо что задали этот вопрос я расскажу пример из клиники моей коллеги она не с Украины поэтому я могу свободнее об этом говорить когда ей клиентка рассказывала все время о каких-то ну таких кровавых каких-то вещах сновидениях которые происходили то есть что-то да вот что-то тоже кто-то где-то на кого-то пытался напасть и она оттуда все время убегала то есть есть интерпретация вот такого сновидения допустим да но тут надо еще учитывать тот момент что у человека может быть какая-то травма травма не вытесненная и он в сновидении просто эту травму периодически проигрывает это может быть не обязательно допустим что кто-то за вами в реальности гоняется с мечом там или гонялся когда-то когда вам было там лет 10-12-15 но это может быть действительно какая-то имевшая место травма которая таким образом символизирует вам о том что вы этого не забыли вот теперь если вы подумаете о том что я сказала если вы хотите еще об этом поговорить то давайте мы поговорим я предлагаю если дальше пойдут вопросы если они будут какого-то интимного характера я предлагаю видео выключить либо еще есть вопросы по теории а можно по фазам сна пройтись да давайте я тогда если можно я лучше зачитаю потому что я эту информацию в связи с тем что я не нейрофизиолог я не помню ее стараюсь не хранить а значит первая фаза дремота состояние близкое к бодрствованию но без мобилизации внимания на электроэнцефалограмме в этой фазе возникают альфа-ритмы с частотой в 10 герц важная информация а нас интересует только одна фаза вот фаза быстро а фаза быстро все остальные да может поэтому я так и не запоминаю потому что меня то есть в связи с тем что только одна фаза интересует да а вот фонотизм с точки зрения психологии какого-то я честно говоря не знаю насколько там может быть или на подскажет если там в лунатизме органические поражения есть да тогда к психологии это не относится мы сейчас вернемся к вашему вопросу нет нет это без видео просто будет если пока есть вопросы не касающиеся каких-то личных моментов личных сновидений особенно это какие осознанные это немножко другой профиль это не к психоанализу как минимум я знаю что есть что-то такое когда заставляет в себя видеть там конкретно какой-то сон но я не все заставляют у некоторых это спонтанно управляются это то есть ну то есть человек спит а вдруг он понимает что он спит осознание что это сон ты можешь делать все что угодно аааа понятно понятно я просто знаю что есть именно вот заказывают себе сновидение здесь возможен какой вариант с контролем тоже либо контроль тогда есть возможность вы контролируете даже сновидение вы можете снять там контроль вы можете наложить там контроль это говорит о том что возможно защиты слишком мощные хорошо выстроены так и не пробиться к чему-то но когда вы понимаете что это сон вы себе позволяете много и много чего сделать можно да это мне кажется отчасти вот похоже вот с этим феноменом когда действительно понимаешь что ты спишь и ты тогда можешь расслабиться то есть действительно это это что-то с контролем вот этой цензурой о которой мы говорили я пришла конкретно потому что я очень четко с этим когда ну в жизни мучаюсь я очень четко научилась разделять просто сны и будут вещи сны сны вещи настолько они четкие вот настолько они реальные настолько они продуманные или эмоциональные и конкретно завершенные то есть я просыпаюсь я уже научилась определять и они отправила чему-то снятся и обязательно это произойдет вот стоит ли это вот и не знаю я иногда конечно страшно об этом говорить то есть не приведут не ну как выяснится что ну смерти человека у меня же такое было много раз и действительно вот этот человек умирает я иногда настолько вот ну это страшно иногда просто как бы наперед знать дня мужчина и ситуации было и кто-то меня начинает беспокоить что у меня достать мы с носа бог это и настолько это сны были настолько они были реальные что я просто я не знаю чем это это в моем сознании это происходит я не могу сказать что я там этим как-то увлекаюсь или занимаюсь или там особо там в боге мне нет такого я предлагаю уже выключить камеру